Все-таки мы добьем эту гниду, которая распространяется в нашем колледже. Правильно, пацаны? Да. Я думаю, вы всегда меня... Все сюда идите. Давайте. А не сюда? Ну, а что? Какой сел? Ну, если бы и ребята так реагируют. Ребята, давайте, подходите все сюда. Подходите все сюда. Еще что-нибудь будут снимать, да? Нет, нет. Все должны знать, что будет понятно. Нет, у нас еще тут, нам скрывать нечего. Ну, смотрите, кто был сегодня в инициативной группе, да, в этом... Вы видели, что произошло? Да. Они нас просто отфутболили и все. Они взяли на список, я-я-я-я, там, 10 дней подождать. Сейчас уже Ходоковский в больничку слег, уже там, что-то не происходит. Но меня меньше всего наинтересует. Вот. То есть ничего. Они сейчас хотят это все заиграть. Туда-сюда, да, белит они сейчас пока не увольняют, туда уже они всрались. Не, не будет. Дело не вы белите. Все. Все, а белит забудьте за меня. Вот. Ситуация другая. Надо сейчас все доделывать просто. Я не вижу результата. Нам, смотрите, люди прилюдно, прилюдно признались. Вы же видели. Лавров признался, что оказывается, он все знал. Но 4 месяца он скрывал. За наркотики они знали, но скрывали. Пешко знала за наркотики? Знала. Оказывается, она не разбирается. Скрывала. Все знали. Куликова тоже все знает. И все все знают, и все все скрывают. Ходоковский все знает. За поступление знает. С личного в больничку. Что это такое? Окружили охранниками. Это идиотизм какой-то. Пришли дети. Курсанты пришли с командиром роты. Они взяли вот это, вызвали полицию, охрану. Это ужас какой-то. Ответьте нам на вопросы. Нет, нет, тут еще интересно. Вы пришли студенты. Свою академер сидит Куликова. Она кто Куликова? Исполняет обязанности, да? Это ректор. А она с вами общается с адвокатом. С адвокатом, ребят. То есть человек боится вас, студентов, ребят. Но она говорит, это говорит, это не говорит. Ну что ты. А я же адвокату говорю, вы проплатили адвоката. Так вы, говорю, общаетесь за деньги. Да, пацаны слышали. Да, это получается за ваши деньги они наняли адвоката. Если нечего сказать. И когда буквально начали, кто-то там ребята начал говорить о том, что были наркотики, ему задают вопрос. Вы лично видели? А, не видели, они скажут, ну они не видели, это слышали только. Что значит слышали? Они уже перекручены. Вы говорите, я задаю еще раз вопрос. У меня лично есть опыт. В том году, в том году мы пацана вытягивали, вытягивали, блядь. Она на работе была. Она на работе меня не отпустили. Где она была вообще все это время? Нам не было, ладно, мы получше одну мамочку выпустили, это больше толку было. То есть давайте вы спросите. Мы как мужики, скажите, наркота. Давайте так, наркота в академии есть? Есть! Так а что, люди не видят, не видят руководство. У меня тогда создается впечатление, что все руководство создало схему и зарабатывает еще на наркоте. На форме заработало, на поступлении заработало. Потому что они зарабатывают на наркоте, это есть факт. На колбасе зарабатывают, правильно я говорю? Понимаете? Потому что они крышуют, значит, значит, они крышуют. Пацаны, за колбасу просто, что, знаете, там мне вот одни говорят, что ты там уцепился за колбасу? Нет. Это конкретно. Это уже дело принципа. Это даже не принципа, нет. Это я задокументировал факт. То есть это уже преступление. Люди совершили кражу. Пускай это колбаса, но подождите. У нее же колбаса еще 3 килограмма с под полы. Конечно. Это же не... Так и учитывая то, что каждый день это все происходит. Вы все знаете, как вас кормят? Вы все знаете это. Сегодня акция была, это просто, знаете, это им культурно-показательная акция. Вас кормят хорошо, задавал вопрос. Да. Вот вы громче, не слышу. Хорошо кормят? За такие деньги, ребята. Вы как на пансионе там должны быть. Вы сейчас одни у меня экипажники, да? Сколько в экипаже у нас осталось? С трое человек. С первого курса вы все смылись. Я вас забрала оттуда, с экипажа, потому что вы шо? У вас как несрачка, блядь, так болячка, извините. Вы идете купаться, блядь, и извините... Мне потом жена скажет, я не матюкался, это она матюкалась. Ребята, иногда одно слово матершинное ставит все на свои места, правильно? Давайте философствовать, но мы же не латентные люди. Я говорю, как пацаны с вами на одной вашей волне, потому что вы меня так понимаете. Я ж тоже не знаю. Зато ровный, видишь какой? Зато видите, как воспитали. Друзья, зачем мы сегодня собрались? Вот мы, как люди военные, которые носили погоны, понимаем, что если есть система, она есть. Вот система, которая создана в ХДМА, то есть в Академии, да, вот они вас по уставу начинают загонять. Вот вы создаете свою систему, в которой вы сегодня требуете справедливости. И вы, как раз, как ни странно, ради вас все, и был представитель управления образования Женя Креницкий, и он сказал, я только за то, чтобы дети хорошо учились, правильно? И тут же, когда дети начинали рассказывать, он говорил... А, чтобы детям было хорошо. Нет, чтобы детям было хорошо. Как только дети говорят, ну все, давайте его резюмировать, давайте загадать. А дети как начали разговаривать, да, что он... Он не слушает детей, а он не может слушать, потому что да. Потому что их уже порвало тоже. Конечно. Почему они должны смотреть, как пацаны, их не друзья, их не однокурсники, просто сидят и гибнут? Да понимаешь, я даже не хочу в одном классе. По 15-16 лет? По 15 лет, у вас уже все конченые наркоманы в руках. Кто это все допустил? Почему нет системы профилы? Я же говорю, пацаны, на судах для чего делают на судах? Ну вы же будущие моряки. Прилетел вертолет, зашли в этот порт, у вас в баночку пописали, посмотрели. Группа, родители группы дали добро мне закупить. Дали добро. Но, извините, руководство не дало. Руководство не дало. Они не включаются, им это выгодно. Им выгодно наркоманы, им выгодно залеты. Залетчик это что? Это гений, это родители приехали, капусту срубил с него. И все классно. А, ну дальше учись наркоман. Ребята, один наркоман, один наркоман затягивает минимум 5 человек. Минимум. Вот есть, а вот представьте себе какая-то раковая опухоль. Один человек. Им же, ну, особенно когда наркоманы продвинутые уже такие, они шарят. Ему же выгодно, да, подсадить какого-то там богатенького хлопчика. Подсадил, ну давай раз, два, три. Я прошу прощения, спрошу, кто это женщина? Не надо. Мы уже знаем. Не надо, ну все. Это человек, женщина, мама, которая пришла из-за своего ребенка, пытается отстоять права. Правильно? Всем понятно? Она отстаивает права своего ребенка. Меня знают в колледже. И, спрашиваю, и выступающие наркоманы. Ну, это те, кто утром нас не видел, ладно. Тут у нас ребята просто в эфире. Я задаю сейчас вопрос просто вам. Вы сегодня были удовлетворены этой ситуацией? Что, ну, то, что морально, то, что вы это все показали, то, что вы сейчас там увидели испухно? Они дали нам 10 дней или сколько? Нет, не слышу, есть результат, как вы думаете? Вы громче говорите, ребята. Как вы думаете, вот вы говорите 10 дней, что будет сделано за 10 дней? Ничего. Ну, ничего, они прикроют все факты, понятное дело. Все, оно все сейчас, ну, найдут жертву сейчас, Лопухова сложат, допустим, там, уволят его. Но, тут же Лопухов, это уже просто, понимаете, Лопухов, он сыграл свою роль. Он просто сделал свое дело, он просто, ну, он это обострил до этого. Но проблема ж не в Лопухове. Проблема в этой системе во всей. А экзамены. Вы сами поступали, вы знаете, как поступали. Вы прекрасно все знаете. Как это все делается. Это все есть. А еда? Ну, еда столовая, ну, это ж никуда. Это ваш организм, это гастрит, это язва, это, вы же сами травитесь. Что будет сделано? Будет отписка сейчас. Ну, да, чуть-чуть лучше покормят месяцок-то и все. После того, когда я вот это что-то домакцию провел, ну, сколько у вас? Два дня покормил лучше, все, они забыли. Ну, это обилие-то память плохая и все. Прошли праздники и забыли за это все. Здесь нужно вырывать с корнем. Идти дальше и вырывать с корнем. Качать их дальше так, чтобы они, чтобы они понимали. Ну, как? Ну, люди преступники. Ну, я понимаю, что люди преступники. Ну, если такое дворец, а ну, что, они дурочка включили, типа, они ничего не знают. Как это ничего не знают? Все, ну, никто ничего не знает. Я хочу сказать то, что все понимают, но никто не говорит это вслух. Что произошло вкратце? Во-первых, у вас идет торговля наркотиками на системе. Курсантов, которых ловят, уваляют и восстанавливают. И это не единичный случай. Это вообще нонсенс. Дальше. Сегодня это был фактически крик души офицера, неравнодушного отца, который уже просто сорвался, он уже не мог терпеть. У него это накопилось за 8 лет. Что мы получили на выходе? На выходе мы получили следующее. Вышел чиновник и еще не дослушав до конца, я вам говорю просто как юрист, он начал выстраивать линию на обвинение его, вас, на натягивание вас, на законченный состав преступлений. Ему было неинтересно переломить эту ситуацию. Он уже начал подготавливать. Страх. Ну пока страх. Кто-то может, скажем, поведется на страх. А кого-то, в конце концов, должны были ситуацию перевернуть, сделать из вас крайний, из него крайний, из вас. Кого-то очистить. Не сомневайтесь. Как только эта ситуация чуть-чуть уляжется, будут предприняты попытки карательных, безжалостных операций, чтобы все либо заткнулись, а самых активных недовольных уволить. И это сквозит у них. У них сквозит это в каждом их нем слове, в каждом жесте, в поведении. Не только вы, не только вы. Мы все в город станем. Мы, вся Украина встанет. Уже мои родители, моей группы, они уже готовы приехать. Так вот, смысл нашей акции в чем? Я говорю, только пойдет на спад эта ситуация, если эти люди останутся на своих владных местах, поверьте, начнется сразу их месть за их страх. А страх у них есть, потому что они реально преступники. Минимум для них увольнения. А так, если покопаться, там через одного из них должны получить реальные сроки. А так будет. Реальные сроки. Поэтому еще раз говорю, это борьба бескомпромиссная. Ребята. И если не будет доведена до конца, значит будет обратно. Это надо до конца. Я вам хочу сказать, я завтра в 3 часа выхожу туда опять к ним. Уже в 3 часа, чтобы не срывать учебные процессы. Я буду качать дальше. Меня уже не интересуют вот эти сборы. Меня конкретно интересуют заявление на увольнение, приказ. Сразу. Все. Это конкретно людей. У нас есть люди, которые за это все ответственны. Они сегодня, мы их всех не будем. То есть они сознались в том, что они все знали, ничего не делали. Вот этих людей быть не должно. Начиная вот, Кодоковский у нас самый главный. Вот этот деятель. Потом у него Синько идет. Потом у него идет Стромнов. Юрий Степановичев в столовой. Кто там у нас? Славров вот этот, кто взял и укрыл. Пешко, что знал, а все укрыло. Всех их надо убирать. Всех. И вот когда их всех уберут, следующие, которые придут на их место, они будут думать. Они будут 800 раз подумать, прежде чем кончить. Я же говорю, кто помнит за 10 курсантов? Когда числи. За одну пару. Вы знаете эту ситуацию? Это, блин, до такой степени страшная вещь была. Родители действительно там падали в нас. Ну, представьтесь, из бюджета слететь за одну пару. Ну, такого даже я никогда не делал. Это вообще уже с моими методами, как я вас жестко держу, ну, как жестко, ну, в рамках, как я воспитываю, чтобы у вас был дисциплина. Но я даже подумать себе не мог никогда, чтобы курсанта можно выгнать за одну пару. Учитывая то, что действительно, я говорил, там, 80% прогуливают. Если ты такой принцип, это была карательная операция. За то, что дети проорали славу Украины, когда я славился, это вот карательная операция была. Сейчас они, конечно, не такие смелые уже, но все равно. Смысл? Сейчас пройдет эта комиссия, дальше что? Нам отдадут Лопухову, а это все же нечисть, останется, и будет дальше продолжаться это все делаться. Нифига не поменяться. Убирать надо всех. Всех нафиг отсюда выгонять. Вот всех, кто там участвует, по конкретно по этим фактам. Я лично буду завтра выходить и требовать, чтобы их всех увольнялись. Хай сами увольняются. По приказу, меня не интересует это. Но они должны быть уволены. Вот это будет результат. И, пацаны, я еще раз говорю, сейчас на видео. Там снимают? Да, снимают, все, прямой эфир, мы в прямом эфире. Это для тех ректоров, которые хотят прийти к власти. Ректора. Они уже там к власти хотят прийти, там, уже пришли, замы там, портфели там делят, они уже думают, что на горбу обилеты сейчас выйдут туда, допустим, и как-то оно там будет. Так как раньше, уже не будет. Ни со мной, ни без меня не будет. Вы уже другие. У вас уже просто хребет, уже такой стал, действительно хребет. Сегодня, пацаны, вы показали. Это сильно. Ё-моё, это реально сильно. Пацаны пришли на видеокамеру и сказали, вот так. Ну подождите, никто же не заставляет вас врать, правильно? Вы говорите правду, говорите правду. Вот завтра нужно прийти и сказать правду. Есть у нас это? Все, уходите. Просто уходите. Иначе мы там будем ходить каждый день. Я возьму этот рупор, я буду там орать, когда президент будет ехать. А я так сделаю. Мы завтра туда выйдем и покажем. А просто объясним, что, ребята, через три дня едет президент. Я буду стоять с рупором и орать под область администрации, что тут воры находятся. Если они сами не уйдут, ну тогда придется Петру Алексеевичу выйти с машины, выгнать их и подстрашниками выгнать оттуда. Потому что они позорят президента. Они разрушают конституционные права граждан. Подрывают институт президента. И все, чтобы нажиться за ваш счет. Приезжал президент, приезжал же к нам. Что ему показывали? Ему же не показали наши конюшни. Ему показали академию. Он зашел, посмотрел. Да, классно, все, не щак. Пофоткались, ай, полайкались. А сегодня мы зашли, еле-еле зашли. Вот с Кириллом Стремоусовым. Во второй корпус. Там же видео есть уже, где показывали мы эти окна. Ребята, вы видели это? Ну это ужас. Это ваши деньги. Вы представляете, что они придумали? Оказывается, для того, чтобы вставить окна, это нужно разрешение в горы с полком, и потому что какие-то перепланировки. То есть, с одной стороны, можно ставить окна, со стороны Ушакова, чтобы было видно, что красиво. А с другой стороны, нафиг оно надо? Там надо разрешение. Ну, может я дебил какой-то, я не знаю. Или у них как-то не слаживается там в голове. Вы же сами все слышали. И стоит указать про студенческое самоуправление. Цель этого всего. Кстати, да, про союз и студенческое самоуправление. Кто у вас вообще в колледже представляет студенческое самоуправление? У нас на втором курсе всего не инка, да? Кто представляет? Не-не-не-не-не, конкретно колледжа, знаете? В колледже. Кто у вас руководитель? На твоем курсе электричества потоков. Нет, не электричество. Нет, не-не-не. Смотрите, система полегранирования. А знаешь, что на третьем курсе? Кто? Племянник Лопухова. Друзья мои, смотрите. Система местного, вернее, система студенческого самоуправления подразумевает ваше мнение как профсоюза. Вы должны как студенты через неподкормленную, прикормленную как бы программу, которую я вижу, вот там эти студенты какие-то, они там приближены к ректору, они заходят. Может, они заносят туда какие-то деньги, я же не знаю, как это происходит. Но судя по тому, что сегодня я, когда приходил в академию еще там полгода назад, то эти все студентики ходили и рассказывали, вот у нас так все хорошо, все прекрасно. Поэтому первое, настроить обязательно работу вашего студенческого самоуправления. Определиться, кто в него входит. Что за люди? Какие собрания? Я задал вопрос, когда с вами общались и задавали вопросы, как вам учиться? Задаю вопрос, когда вас собирали и спрашивали, нормально ли вы питаетесь? Хоть раз собирали или нет? Нет. Никогда не собрали. Собирали тех, которые пляшут под их дудочку, которым сказали вот так вот сказать, все, так вот они сказали. А вот таких детей они ни разу не собирают. Плясать под дудку, под дудку, вы пляшете, ну скажем, ну как бы, как у Ничи, говорит, да, мне научили плясать впроголодь, как животное какое-то. Но извините, я же не животное, я человек, я живу в правовом государстве, а в ней есть конституционные права. И самое интересное, повторюсь, это же нонсенс. Вы за это все заплатили, не маленькие деньги. 100 человек, 2 миллиона гривен. Где деньги? Они говорят, вы знаете, мы не можем, потому что, почему? Потому что у нас нет, деньги есть, но мы не можем, потому что городсовет не дает, там, или облгосадминистрация, у нас здание историческое, да мы это все слышали. Я вот видел, как у Ходоковского хоромы нормальные, дачи трехэтажные. Дома у него, джипы, там, на Кипрах недвижимости куча. Вопросов, ну, как бы, нет у них, у этого, у Синько вообще его называют, там, квартальный. Вы видели, у него там, на полтора миллиона долларов только земли. Потому что весь квартал его. А он говорит, у меня тут живет ТЭС, свадь, все это рассказывает, извините, но это мельница, это самые дорогие, скажем, эти участки земли. Вопрос, с чего, когда мы занимаемся коррупцией? И когда вы, студенты, самоорганизовались в жизни, определились, что когда вы даже отучитесь, скажите, а кто защитит ваши права? Кому вы пойдете, у вас есть какая-то профспилка моряков? Что-то есть? Или у вас только чисто морское братство через фонд? Ничего. Ну, что-то вы слышали такое или нет? У них есть профсоюз, которым руководит Лисовой. О чем мы говорим? Лисовой, это вот ставленник, 70-летний ставленник этого Ходоковского. Лично знаю, когда Лисовой заглатывал деньги со студентов, которые, ну, как бы, моряки, которые ушли в плавание, заглатывал деньги за обучение в Академии, а люди даже не появлялись ни одного дня. И Лисовой сидит, и глазками махает, думает, что он там порешает. Они сядут, пойдут в Киев, в кабинет министров. У нас у Нонек было сравнено от исполнения? Знаете, кто такой Нонек? Это руководитель Укртрансбуспека, который с этим, с тренажерно-ненажерным центром намутили. Да, там, товарищ, как министра фамилия? Амелиан. Амелиан. Сегодня тоже под вопросом. Ну, что это за министр у нас, ребят? Который вот так вот, ну, вы понимаете, да, действительно, мы нарушили законодательство, но что значит нарушили? Тренажерно-ненажерный центр был подарен, Мерлоу Navigation в Херсонскую государственную морскую академию. Он не является составной частью, это отдельное юрлицо. На 56 квадратных метрах разместит 31 миллион долларов. 31 миллион долларов, ребята, два корабля можно было там на рейде поставить за такие бабки, правильно? И вот был бы тренажер неплохой, тренировались бы. Цена всего этого оборудования, цена всего этого оборудования полтора миллиона долларов. Да, Мерлоу Navigation помогла, но это же, извините, отконвертировали. А вы знаете, что Мерлоу Navigation сегодня 67 миллионов гривен должна только нашему государству, неуплата налога. Вы знаете, что никто, ни один из вас не был на Мерлоу Navigation когда-то либо вообще устроен. Есть Мерлоу Navigation в Кипр, есть Мерлоу Navigation, там, они знают, как называются, их много разных. Это всего лишь частная офшорная компания. И товарищ Ходоковский очень хорошо устроился через конвертацию, даже на международном уровне, через Академию миллионов долларов. И когда я говорю, говорит, да нет, вы не понимаете, я говорю, послушайте, я все хорошо понимаю. Даже более того, больше того разбираюсь, как это все происходит. И когда вы, как студенты сегодня, смотрите, я же не уверен, что вы 20 тысяч заплатили за обучение, а за контрольное надо платить? Да. Ребят, почему мы молчим, за контрольное надо платить? Вот я, студенты пишут мне в личку, говорят, ты знаешь, я пришел к такому-то, такому-то, попросил, говорит, да какие знания, мне твои знания не нужны, в зачеточку положи мне денежков чуть-чуть. Ну это как бы у нас на заводчике, тут у стационарников тут чуть-чуть не так. Ну я скажу, я в общем говорю об Академии, я не говорю о вас лично. И то, что все знают, что в Академии процветает эта вот круговая порука, тогда у меня вопрос, хоть один. Я в море ходил, лично в море ходил. Мои погоны, моя честь, я их снял когда-то и сам по собственному желанию сложил свои полномочия. С очень высокой должности в Киеве. Почему? Потому что я не смог, ну скажем, проглотить в себе вот это, знаете, не наесться и превратиться в этих всех, извините, дармоедов, которые носят эти погоны сегодня. Типа как Лопухова. Ну моя совесть, честь, честа и приходите, я как офицер честь имею. И я хотел бы, чтобы вы сегодня, вот офицер, я вот ему жму руку свою, смотрите, я говорю, что это офицер, я тоже ходил и хожу в море, я люблю парусный спорт, я хожу в море, люблю шторм. Но в море, поверьте, море оно или любит. Знаете, как у нас говорят, лучше перебздить, чем не добздить. Друзья мои, это, ну скажем, если вы мариманы, поверьте, я, честно сказать, я проехал полмира в Панаме, я в колонии встречал, там, вот этих, знаете, наших людей или наших моряков, там, в Одессе, посмотрите, там, в любой точке земного шара. Я не хотел бы, чтобы вас воспринимали как дешевую рабочую силу, перебрасывали, поехали туда, там, не заплатили, там, кинули, какой-то компании вы должны что-то проплатить, что-то, кто вообще защищает ваши права. Так вот, Академия и Фонд Морское Братство не должны заниматься на форму, собирать деньги. Знаете, что, у вас вы полные стипендии, по-моему, туда числяете, да? Да, там полные стипендии еще у бюджетников этих забирали. С какого перепуга вы вообще задавались? Что я должен свою стипендию отдавать в Фонд Морское Братство? На товарищу Ходоковскому на дачу? Или еще, ребят? Что за форму? Вот есть такой вопрос. Вот у меня всегда так интересовал вопрос. Вот если человек приходит и говорит, а я хочу купить форму сам, а у меня тут старший сын закончил, и у меня осталась форма. Зачем мне покоить вашу форму? Ну, было у вас такое мысль? И что вам отвечало? Что вам отвечали? Ну нельзя. Ну нельзя. А где логика? Форма, повторюсь. Где логика, объясните мне? Верочка, документ есть у нас, это экспертиза? Так. Экспертиза, я вам еще раз говорю, экспертиза, которую мы провели по вашей форме. Так она вообще... 2765, там, да? Там в рептюльке сколько форма стоит? Элементарно, даже в рептюльке сколько форма стоит? 2765, у меня есть товарищ Олежка, 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 военная, военная вот эта вот... Какие совдеповские, кто видел прикол вот это с этой, с нашивкой? Что это? Это же никто не выдумал, это же у нас на отделении было... Военное ателье, предложили шить форму, ну, в сделку войти. Руководитель военного ателье говорит, ну, 4,5 репдата, это максимум, что можно вытянуть с этой формы. Форма, она же некачественная, это же говно, вы же видели сами. Что это, форма, за какие бабки реально нуря, просто я не понимаю. И получается, ну, 4,5 тысячи, это максимум, что можно с накрутками. 8,5. Это ж... Что-что? Не, ну, мне Олег говорил, Олег Хакимченко говорил, ну, мне предлагали, говорит, поработать с академией, говорит. Я говорю, 4,5 это все, что я могу вытянуть, это уже с накрутками, это уже с космосом. 8,5, за что, скажите? 6 тысяч гривен, это просто еще, повторюсь, это у вас просто с кармана вытянуть, вашу денег никуда тратить. Вы что, там все миллионеры, я не понимаю, все говорят, вот в академии одни миллионеры живут. Да не вопрос. Не видели, они за границу едят заработать? Да, тут такие деньги заработают. 10 тысяч гривен только на форме в год. 12 миллионов это денег, которые идут в фортманскую, фортман морской борца. Давайте спросим, пускай нам выложат счета, но я не могу больше, что я не сотрудничаю. Пускай покажут, реально покажут, и отчет вам покажут. Где бабки? Скажите, вот мы по форме, покажите, сколько мы получается по форму. Формуш покупаете в морском братстве? Вы стипендию туда ложите? Да. Где подоконники, где жратва нормальная, где все вообще нормально? Что? Поэтому, ребят, и в конце будет вам такой же диплом пластиковый. Идите на все четыре стороны, идите в эти крюинги, пытайтесь куда-то трудоустроиться. А я вам хочу сказать, смотрите, вот практика. Первый курс, где вы проходили практику? В курсе, согласен. Я дверик, вот. Дворники? Вы на дворников, что ли? Что? Объясните мне, это что? В общем, кто дверик? Так нет, где вы проходили практику? Ремонт в экипаже делали. Машина, это экипаж. Кто ремонт? Подождите, в экипаже, это на судне. Вы в экипаже в каком? В комнате? Ну, как вы и говорите, то люди смотрят в экипаже, это значит, вы на каком-то корабле. Вы проводили просто ремонт в общежитии, правильно? Да. Это практика у моряков. Хотя должны были купаться. Должны были, у вас специально идет решение. Теперь дальше второй курс, то же самое. Где там в тех мастерских проходить? Вы видите, на каких станках? Кому это надо? Никому не надо. Никто деньги в колледж не влаживает вообще. Им все равно. Вы же сами видите, вы задавали вопросы. Сегодня конкретные вопросы им в лицо задали. Вам ответы были? Давайте, давайте быстро, давайте. О том, что вырвали эти вопросы, то вы задали. Они даже боятся, чтобы вы озвучили. Потому что это все на видеокамеру озвучивается. Как это? Скажу больше. По факту комиссии созданы не было. Попытались просто, если называть вешенными именами, попытались создать какую-то имитацию. Это называется выпустить пар, снизить давление. Переписали курсантов. Опять же вопрос, зачем? Типа для комиссии. Однако, я сомневаюсь. Скорее всего, это для каких-то, скажем, профилактических действий. Не дай позже. Я думаю, это мать из здравого смысла. Потому что это был прямой эфир на всю Украину. Их предупредили, что встанет не только Херсон, встанет вся Украина. За каждого курсанта там сидели. Вменяемые ребята, которые по лицу видно, интеллект, подтянутые, спортсмены, хорошо учатся. Будущие офицеры. Будущие офицеры. И если еще кто-то будет реализовывать амбиции свои или, допустим, устранять со своих преступных путей таких ребят, ну, я не знаю, мы должны будем защитить всех. Мы этого не допустим. Я даже не представляю, какое надо иметь хозяйство, чтобы это сейчас такое сделать. Остальные яйца. Значит, но, тем не менее, по факту, комиссии созданы не было. Они попытаются, как я уже вижу, из тех вопросов, которые... Вы же видели, как они разговаривают. Вы видели, к чему все ждет. Вы все предосновители. Максимум они сведут все к одному частному случаю. Попытаются, может быть, назначить кого-то крайним, если не удастся перекинуть вину на, скажем, невиновных, да, там, на каких-то курсантов, которые якобы видели, на какого-то офицера, который доложил всего лишь рапортом, а не вызвал полицию, хотя он не один там был, а написал рапорт. То есть будут цепляться за какие-то, скажем так, юридические закорючки. Не зря же они пригласили бесплатного адвоката для бесед. Вот, уже понятно, что они собираются именно вот это паскудными, юридическими какими-то крючочками эту ситуацию прикрыть. То есть никто не собирается эти проблемы решать. Это очевидно. Никто не собирается переламывать эту негативную ситуацию. Вот и все. А комиссии по факту созданы не было. Так какая комиссия? Какая комиссия может быть создана, если люди вам в лицо сказали, вот мне сказали на видео, вам сказали, что 4 месяца назад это случилось, да, мы сейчас разберемся. Кого? С кем разбираться? Пишите увольнение, уходите нафиг и все, все. Они меня за то, что я Лопухова там нагибал на плацу. Ну подождите, я должен был на него наручники одевать, а не ругаться на него. Они тут пытались меня сегодня проводить, что-то уволить. Мы сейчас, извините. Алло. Твоих, ребят, давайте мы сейчас, чтобы долго не продолжать то же самое, просто мы резюмировали сегодняшний день. Поверьте, мы как взрослые. Сейчас подождите, вслух говорите. Да. Вот, бабушка звонит, говорите вслух. Я горжусь вами, я вас поддерживаю. Бабушка залетчика говорит. Ну, все были такие, как вы. Пускай они не пройдятся, пускай все говорят, если будут опрашивать. Ну, это залетчик курсант, это его бабушка. Мы сейчас с курсантами как раз тут сейчас беседуем, обсуждаем все то, что сегодня было. Ой, я вам так благодарна. Вы что, таких как вы, вообще мало. Вы вообще не от мира сегодня. Вот я реально обалдею от этого сейчас. Вот, вот результат. Понимаете, это ваше родительство. Вот звонит. Ну, снимайте. Эта бабушка звонит нашего залетчика, который я в наряд на Новый год поставил. Ну, что я ж не просто так поставил. На Пасху тоже. А, на Пасху. За Пасху. Все, спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо. А, и справедливо. Все, спасибо большое. Спасибо, Иван тоже. Спасибо. У нас в Херсоне мужиков нормальные будем расти, правильно? Я пойду куда-то надо, на митинг или куда-то. Завтра, завтра в три часа. А где это будет все? Подъезжайте, позвоните, я вам скажу все. Хорошо, спасибо. Всего доброго, до свидания. Я прошу вам обязательно. Ребята, ребята, смотрите. Ну, видите, вот, все. Что говорить? Вот при вас. Это я ж не выдумал, не попросил ее позвонить. Это бабушка Макаркичева, наш залетчик. Он у меня и на Новый год, и на Пасху стоял. Я его кончаю постоянно. А что, она знает, ну, папы нет, мама за границей, одна бабка воспитывает. Мужской руки нету, приходится воспитывать. Крутить его, как кубик-рубик. Все, вот, вот результат. Вот результат. Поэтому, завтра, я лично иду, берите родителей. Это надо поставить просто точку. Не надо играться. Я вам хочу сказать, у нас сейчас вот эта академия, это в миниатюре Украина. Вы помните, что было в 14-м году? Если бы Янукович был бы умнее, он бы сыграл бы в другую роль. Он бы отдал Азарова, и на этом все бы закончилось. Вот так же самое они сейчас делают. Они Лопухова не отдали, они начали играться в игры сейчас. Поэтому надо ставить жирную точку. Не надо с ними никаких договоров. О чем? С кем договариваться? Это не люди. Это реально не люди. Это людоеды. Давайте скажем, это мутанты. Они видят, что с вами происходит, и они молчат, говорят, через 4 месяца мы что-то сделаем. Литературу читаете? Вот есть уникальное произведение Ивана Ефремова «Час быка». И знаете, это старая фантастика про полет в космос, людей на Торманс. Так вот мы живем, честно сказать, я когда читал это произведение, будучи в вашем возрасте, я 76-го года рождения, уже как бы, ну, у меня 41 год, и уже есть опыт жизненный, да? Так вот я читал это произведение, и сегодня я реально живу на планете Торманс, где наркота, наркоманы, конченые все вокруг, грязь, и самое страшное, что сидит какая-то, знаете, кучка упырей, которая убеждена в том, что так и должно быть. Но я с этим не согласен, поверьте. И то, что я проповедую здоровый образ жизни, я трезвый отец, у меня трое сыновей, дочь. И я прихожу и говорю дома детям, вот я иду с сыночком с маленьким, ему 3 годика, стоит тетя потом под магазином, и дымит, и она мне, сын спрашивает, а кто это? Я говорю, тетя мутант, говорю, она мутировала, она не хочет радоваться солнышку, она умрет от рака. А женщина, что вы так? Я говорю, что мне сыну рассказывать? Вот ты стоишь и дымишь. Мне сыну рассказывать, что это нормально? Или он приходит в песочницу, раз бы, чувак, раз бы, чувак, где? Так подождите, ребята, я 20 лет назад такого не помню, при мне 20 лет назад стадионы строили. Я лично помню, ну, 30 лет назад, Брешу, я из Горлоки родом, я помню пустырь, и помню, как тракторы быстренько раз-раз, стадион построили. У нас были, знаете, надувные, крытые, тиры, миры, все, что хочешь быть. И я еще помню, через лет 7 или 8, когда произошли все эти события в стране, еще после 90-го года, я помню, когда у этого стадиона ничего не осталось, в раздевалках вот такой слой пивных бутылок, вот помню, этот, клумбу, там кровать стоит, траходром такой. И захожу еще, знаете, вот в этот стадион, мы стоим, пацаны все лет по 8, по 9 такие писюны, и фотка наша, я так еще жалею, что я ее не забрал себе. Но эта история сегодня, большая часть, большая часть моих, ребят, моих одноклассников, представляете или нет, большая часть моих одноклассников сегодня в живых нет. По наркоте, по алкоголю, кто-то там утонул, кто-то там еще чего-то. И я реально понимаю, что идет война, в которой не берут в плен, вас в плен никто брать не будет. И самое главное, запомните, не оставляй жизнь раненым. Если вас ранили в наркоте, кто вам руку подставит, скажите, или плечо, скажет, ты не прав, ты не должен так делать. Преподаватель старший, я не заметил этого. Вот единственный апеллист пришел, и он говорит, у него крышу сорвало. Некоторые говорят, да он с ума сошел, да не с ума сошел. Я такой же самый человек, как он, я тоже с ума сошел, когда идет речь о наркотизации, убийстве моих детей. Потому что я трезвый человек. Все очень просто, поэтому апеллист не с ума сошел, он как раз нормальный. А вот те, кто это все покрывают, в лице... Там моей жене сегодня позвонили, ну тоже сотрудники говорят, что Наташа, там Сергей Николаевич, с ним что-то случилось, у него какой-то психологический, с ним такое происходит, она мне звонит, Сережа, что с тобой? Да ничего со мной. Я выключил в себе педагога, я включил в себе милиционера просто. Вот честно, я включил в себе опера, я просто работаю. Я сейчас делаю тупо свою работу. Вот как раньше делал, когда бандитов ловил. Так же самое, если сейчас это кодло разворошил, просто я их пересажаю просто всех. Они не понимают этого, они не хотят сами уйти. Значит придется сажать. Я полицейский, да ладно, я сам милиционер, да? Так вот, знаете, чем отличается полиция от милиции? У милиции милые лица. А у полиции, друзья мои, ну надеемся, что у них тоже будут милые лица. У полиции, я надеюсь, что у нас сейчас полиция все будет хорошо. Николаевич, у меня один вопрос. Что мы будем делать с теми курсантами, которые на данный момент у нас в колледже все-таки курят и продают? Смотрите, вызывать будем полиции и все, пускай в полицию забирает. Что я сейчас, что же, вот давайте сейчас вы сейчас обговорите. Это реально проблема, вот как ты говорил. Вам нравится, когда там чухаются, да, у вас уже? Как-то это все происходит. Конечно, все пацаны знают. Вы знаете? Поволовно, по фамилиям. Вот, знаете по фамилиям. И я тем, в том числе, знаю, кто на данный момент у нас в колледже и курит, и траву. Что надо сделать? Я сейчас, я уже, я уже говорил. Я готова их ловить. Так, давайте с обноном, обнон что-то там, или как новая там полиция. Будем, будем модреть тогда. Да, я просто хочу объяснить. Я готова, чтобы их просто завтра же, завтра же поголовить. Давайте идентифицировать этих особей. Сейчас, ну давайте я скажу, ну я чуть-чуть как бы в это. Ситуация в чем? Надо создать систему. Мы сейчас, если там одного поймали, там по фамилии второго, это не система. Это просто, знаете, мы сейчас единолиную, ну как бы акцию такую. Система этого, как на судах. Выдумывать ничего не надо, уже все придумано. Они там сильно умные адвокаты, говорят, типа незаконно там делать. Править, подождите. Если вы, вот как вы мать, вы поступаете. У вас же подписывали договор. Конечно. В договоре там пятым, шестым, седьмым пунктом будет четко прописано, что администрация, ХДМА имеет право освидетельствовать курсанта при подозрении на наличие употребления наркотических веществ, либо алкогольных. То есть я захожу на пару и смотрю, что-то с курсантом не то. Ну пускай я ошибусь. Пускай я ошибусь. Я его беру за ухо, везу в наркодиспансер. Я еще раз повторяю. Это везут, допустим, я санчасти и, самое главное, представитель самоуправления. Будет, чтобы не было беспредела. Студенческого самоуправления. Вот так оно все работает. Мы едем в наркодиспансер все вместе, везем этого ребенка. А мы имеем право везти, потому что родители дали добро. Он там пописал. И там смотрят. Если у ребенка все чисто, ну, все, молодец. Если там только наркотик мы его отчисляем, без заговоров на никаких решат. То есть это все официально. Я же вас спрашиваю, сколько нужно будет провести акции? Вот честно скажите. Одна акция проходит. И вот эти наркоманы, как вы сказали, вот это все, они 350 раз потом задумаются, может быть, стоит бросить. Есть такое. Вот это должен быть вот этот страх. Но его же на судах есть у моряков. Почему мы не можем сделать так? Я об этом постоянно толдышу. Мне говорят, мы не имеем права. Вы не хотите заняться. Но если, подожди, если в договоре это прописано, в чем проблема? Ну, юридически это можно сделать. Продумайте. Есть юристы, грамотные у нас сидят. Может, не такие грамотные. Ну, значит, других юристов надо. Но это надо менять эту ганебную систему. Надо ломать. Потому что мы будем выпускать. Я же не зря говорю, один наркоман пятерых. Вася, идем бесплатно. На. Курни. Это все фигня. Пацаны, конопля. На. Вася уже тоже клякает. Подождите. А расскажите мне за фен. Вот. А что такое фен? Я, например, не знаю, что такое фен. Знаете, что такое фен? Я слышал фен. Это стопроцентный уже наркоман. Сначала все начинается с чего? Просто покурить. Просто травка. Ну, травка, это понятно. Травка, это легкий наркотик, который имеет свой сопривыкание и все туда. Но, когда ребенок, 15-летний, начинает курить траву, у него уже зависимость. Ему хочется попробовать больше и больше и больше. Я не буду говорить, какие там следующие наркотики идут. Но фен, это уже все. Что такое фен? Это трава или фен? Нет. На порошок. Антифетамин. Антифетамин. Это фен, который нюхает уже через... То есть нюхает через нос? Фен-то это вообще такое универсальное. Его можно и шилькой делать, и за губу закидывать. Понимаете? Да мне все равно, я могу хоть сейчас вам поехать и провериться. Это хорошо. Ребят, нет, он правильно говорит. Вы на него, во-первых, не смейтесь. Его курсанты знают. Я лично вытягивал, давал ему тыр. И кто сын? Молодец, молодец. Вот сын, вот он сегодня четко сказал все то, что должен был сказать. А то, что он сказал терминологией, о которой сегодня говорят, я, например, первый раз слышу, ну я фен слышал, но никогда не вдавался, что это какой-то порошок. Я скажу откровенно, что эти все вещи, если они распространяются на территории академии, они не могут распространяться без участия руководства. Конечно, потому что, если руководство знает, руководство знает, мы долаживаем руководство, и что руководство делать? Ничего. Ребенок как учился здесь, так и учится. И я знаю тех детей, которые торгуют травой и всем-всем. Но мне не дают. Давайте студенческое самоуправление. Я еще так и не понял. Кто вот в курсе по этой всей системе? Почему вы сейчас не можете самоорганизоваться и выбрать себе студенческое самоуправление? Нет, тут же что, система. Так вы, так вы, спокойствие. Первое, первое требование. Тут даже проблема не в том, чтобы выбрать. Проблема в том, что у них нет механизма влияния на администрацию. Контроля нет. То есть фактических рычагов у них нет. Это так кукольное. Даже если мы выберем среди них, он будет кукольный. Не-не-не, ребят, вот поверьте, когда вы организовываете... А если поменять систему, чтобы вы имели доступ везде, вплоть до того, что экзамены принимают, сидит представитель самовредования и смотрит. Тот, которому вы доверяете? Нет, это так и будет. Не то, что, как знаете, там даже вы. Собираются курсанты и выбираете себе. Все собрались, ну, как сказали, добрые вина, сходка, вот идет. Казаки собрались, выбрали себе гетьмана. Все, не понравилось, убрали. Я же не даром пост написал. Каждой собаке палку и кость, каждому волку силу и злость. Каждый сам выбирает, кто тебе нужен, хозяин или вожак. Хозяин это так, посадили на цепь вас, вот как сейчас. Косточку кинули, мы тебе пообещали в Марловке, вот этим, кто там самовредование. Он сидит себе, подписывает все, что надо. А если вы выбрали себе вожака, вы его в любой момент сняли. Он дал слабину, сняли его нафиг и все. Вот так должно быть. А так и будет, поверьте. Потому что вы сейчас, у вас это все влаживается в ваши мозги. Но я все-таки вас прошу, вот сейчас одно из ваших требований будет пересмотреть органы вашего студенческого самоуправления, выбрать туда. Вот собраться вы сегодня являетесь студентами. Выберите в колледже. Я думаю, по академии это отдельный вопрос. Там я сегодня увидел, как зашли ребята, которые в недоумении, но в то же время чуть подпукали по ситуации. Что, ой, не дай бог меня там уволят, лучше я буду тихо каким-то образом дальше мычать, до конца получу свой диплом и куда-то побегу на веслах на какой-то танкер. Дело же не в этом. Дело в том, что создавайте у себя студенческое самоуправление, потребуйте своих прав. Правсоюз, потому что на сегодняшний день без этого всего вы никак не защищены. Вы только платите бабулеты. И кто вам гарантирует качественное образование? Скажите, вам гарантировали качественное образование? Вы сидите, я сегодня зашел, но реально как в бурсе. Да не, ну мы были, но это ужасно. Я просто показывал. Вы все это на видео пишут. Это реально как бурса какая-то, честно говоря. Это учитывая, только у них отмазок нет, потому что вы контрактники, это деньги платят. Виктория, да? Виктория Александровна. Вика, я захожу, она сидит в хлам, мне как-то видео выставлял, не видели? Видео. У меня есть видео, я потом еще раз могу продублировать. Вижу, она в хлам, сидит пьяная. Я говорю, слышь, Вика, ты же замректора по воспитательной части. Ну вы сами видели сегодня. Вы сами видели этих людей. Не могу я повести на свидетельствование, может на фен еще там, как вы говорите, за губу закинуло. Ну я не знаю. Ну и сегодня я задаю вопрос. Ну вот, задается сегодня Сергей Николаевич вопрос. А скажите, пожалуйста, она говорит, так я в воспитательной части, я в наркотиках не разбираюсь. Так если ты не разбираешься, и когда товарищ Синько говорит, я к наркотикам отношения не имею. Они никто не разбираются. Так подождите, к вам что надо, отдельно создавать отдел, который будет заниматься наркотиками? У вас есть наркотик, походу, получается, да. Это же что, это же что, то что люди в академии признают, что факт существует, но они в этом не разбираются. Да, но они, извините, мы не разбираемся. Они мне говорят, почему ты не обратился в полицию. Пацаны, среди вас есть курсанты, которых у нас уже была эта ситуация. Не, а, это их тогда отчислил. С третьего курса у нас отчислили. Есть с третьего курса кто? Не Шаруха. Был отчислен... С механик? С электриков. Обелит? Ой, обелит. Да, обелит. Да, обелит. Да, обелит. Да, обелит. Да, обелит. Да, обелит. Второй курс, да. Вот парень был отчислен. Вы знаете, что он употреблял. Я узнал уже, мы как бы, вы с него еще гнали туда-сюда. Вот. Я обратился, он мне даже рассказал, где он берет этот фен. Точку сказал. Я обратился к сотрудникам обнона. Говорю, так и так, ребята, давайте, что вам, заявление можете написать официально. Давайте ухлопаем эту точку, чтобы закрыть, но дети туда ходят. Серега, давай базар анимай, иди пацана, давай все сделаем, все нищак. Я так, ох, нищак, давай все. А что потом будет? Ну, можешь их там сажать будем. Да не, мы побреем их. Все, то есть денег заработаем и все. И мне интересно. А мне рассказывают, почему ты в полицию не обратился. Да бесполезно. Потому что там тоже самое сидят лопуховые, все то же самое, это все делается. Пока мы будем ждать, что кто-то сделает, никто не сделает. Это надо делать здесь и сейчас. Вы сегодня видели этих людей, которые вышли с вами общаться. Я не считаю, что это какие-то руководители. Это не руководители, это преступники. У них либо халатная, вот это что, их бездеятельность, они просто допускают. Либо это сознательно, они все делают. Тут я другого ничего не вижу. Что завтра? Давайте планируем что-то. Мы с вами в любом случае, смотрите, вот мы фиксируем все. Заходите, подписывайтесь на канал. Все знают, куда записываться? Да. Да, вот опять же, заходите почаще на канал Сергея. Мало ли какая будет ситуация. В странице, у меня все на странице, я вылаживаю, вы все видите, там открыто все. Друзья мои, перепосты постоянные. Почему? Потому что я, честно говоря, позвонил на Тихо. Бери, за полдня мне под 50 курсантов, я смотрю, я включил, у меня не было интернета. Я включил интернет, короче, пополнил день, у меня 50 курсантов как выбило, там, фух, ого, думаю, ничего себе. Да, то есть вы просто сейчас, вы носители как раз вот той ионосферы, которая накачает информацию достойной, правильной информации. Потому что если вы кому-то, здесь вот прямой эфир, пожалуйста, кто хочет сказать, вот, пожалуйста, рубите правду матку, говорите без всяких разных этих. Тут все открыто. Поэтому вы перепосты, все делайте, подписывайтесь. Ребят, я еще раз говорю, мы не требуем, и самое главное, мы не будем никогда свергать кого-то или что-то. Будет все в рамках закона. Мы хотим эволюцию, достоинство нашего. Потому что ходить и говорить, ну да, давайте сейчас всех с академии дадим под руку. Нет, тут конкретно по людям конкретно. Там есть перепуганные, но специалисты. Но им надо объяснить, не бойтесь, не бойтесь, ребята, тут студенты, здесь учебный процесс идет, и здесь все в рамках закона. Мы не какая-то страна какая-то непонятная, у нас есть конституция, у нас есть права, и самое важное, у нас есть сегодня возможности есть. Самое главное, дети, вы сейчас, я же опять говорю, ломается сама система. Любой, который придет на их место, он будет знать, что если пришел курсант, он у него сразу сжалось вот так, значит надо что-то делать. Если с проблемой пришел, надо значит что-то сделать, надо обязательно сделать, потому что завтра придут 100 курсантов, и тогда сразу слетит с работы. Надо делать за один раз. Не ждать там, как они нам через 10 дней, может быть, мы что-то там придумаем. Нам даже не сказали, когда мы будем собираться, кого они будут опрашивать. Они даже Лопухова не привели сюда. Материалы проверки кому показали. Материалы вообще нету, то есть ничего, нам просто рассказали Бастю, записали фамилии, и все, мы тут типа дебилы посидели, и все, попиарились, и все на этом закончилось. Нет, завтра, где вам удобно встречаться? Давайте вам встречаться, в 3 часа встречаемся и идем, уже берите родителей только, всех берите, по форме. Ну, если нет, значит, сами, у кого есть родители, если родители, с родителями приходят. Я вам все-таки предлагаю. Завтра надо просто идти и требовать, чтобы этих людей просто уволили сразу, вот они приходят конкретно, по факту, потому, 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 мы не будем просто так, что знаешь, за ухо выводить всех, там выводят, конкретно по факту. Так, так и так, все, пиши заявление, уходи сам. Нет, сейчас мы будем качать эту рядку, пока не приедет Порошенко. А Порошенко приедет тогда, тогда сам выйдет тогда, и выйдет, и будет сам разбираться, значит, ну как, если не, рычагов нету. А с президентом надо встретиться, ребят. Соберетесь, вы молодежь, я думаю, знаете, вот, когда я смотрю там все, я вообще представляю еще давно уже организацию за президента Украины. Но в чем смысл моей организации? Она была еще создана в 2008 году. Она была не за фамилию, она была за статус президента. Как ни странно, президент сегодня гарантировал нам право говорить здесь, собираться. Нас никто не загнал там дубинками никуда, правильно? Поверьте, если мы были там где-то в России, нас бы раком поставили, затусовали бы в автозаке и повезли бы. То же в Белоруссии произошло. То же произошло бы и в Польше, и в Германии, и в Америке. А здесь у нас, благодаря нашим правам, и у нас говорят, мы же казахского рода с вами. Мы можем собраться, воле свое изъявление сказать. Это наше достояние, поверьте, это только у нас такое может быть. И вы, самое главное, должны понять, что президент человек, который гарантирует каждому из нас наши конституционные права. Так вот, когда я слышу, когда на президента гонят, козел, плохой, пошел вон, я с этим не согласен. Потому что в Херсоне президент виноват в том, что у вас сегодня такие проблемы в Академии? Нет, а все скажут, да вон это, я говорю, знаете, я всегда вспоминаю, у меня как-то вот была встреча с послами, я как-то венгерскому послу говорю, вот вы знаете, у вас еще такое, знаете, совдепия какая-то осталась, вот у вас еще должно пройти, что-то поменяться. Я ему, знаешь, вот при Александре Первом была история когда-то. Когда-то пьяный мужик нажрался в кабаке, начал кидать стулья там, бросать, его там пытались, это он буянил там, кидался и взял в стул и кинул, а там был портрет царя. И портрет царя упал на пол, он побегает, он говорит, так это же царь, это хпу, на него это не царь, это чмо, говорит, козел, его сразу запаковали в полицию и царю докладную записку. Там пивнушки, мужик какой-то посмел на вас плюнут и сказать, что вы чмо. Царь, указ, первое, мужика немедленно отпустить, второе, все портреты из пивнушек снять, третье, передайте мужику, что мне тоже на него плевать. Так вот мы, фу, снизу вверх, ну там, я думаю, сверху вниз на нас не плюет, но в то же время понимаете, что когда президент приедет, он только будет рад, что ему никто не кричит, что ты плохой. Я скажу, батька, там, президент, ну вопросов нет, смотри, такая вот ситуация, ты можешь нас защитить, наши конституционные права? Сидит губернатор там, Андрей Гордеев, он сегодня был поставлен президентом сюда, чтобы смотреть и контролировать эти процессы. Мы пришли и вышел с унижения там, ну как бы мы это все проходили постоянно. Но я не чувствую, что здесь кто-то поддерживает президента даже в лице его, как президента. Он такой же человек, такой же гражданин. Поэтому я вам предлагаю, приедет президент, с ним встретиться, прийти и сказать, Петр Алексеевич, вот такая ситуация, со столовой, с наркотой, куда мы не обращались, куда мы не писали, везде херится на уровне тех же самых министерств. И министерства образования, и министерства транспорта. Поэтому мы хотим, чтобы вы лично умешались, чтобы вам лично доложили, чтобы вы лично разобрались с этой ситуацией. А мы вам флаг, как говорится, в руки, и спасибо вам за то, что вы наш президент, защитили наши конституционные права. Потому что, я еще раз говорю, 30-го на сессии, когда мы поднимали вопрос про Прозора, президент нас услышал. Президент нас услышал. И президент реально сказал, депутаты говорят, нет, вот 200 тысяч мы будем распиливать, так же, как в Академии в нашем городе. А президент сказал, 50 тысяч на всю страну. И будем считать свои деньги. Понимаете или нет? Поэтому встреча с президентом будет обеспечена. И самое важное, когда ему реально скажут спасибо. Люди уже с Фейсбука звонят, говорят, что смотрят прямую трансляцию. Все смотрят, все смотрят. Друзья мои, завтра в 3 часа, поверьте. Где, где? Ну, еще момент. У нас очень, очень... Нет, давайте мы, наверное... Сейчас, раз, раз, хвилинку. Сейчас люди любят сказать, что сепаратисты, там, что-то такое. Нема вопросов. Мы и украинскую можем общаться. Нас может смотреться в Захидную Украину. Нема разницы. Мы певдень Украины. А на сегодняшний день певдень Украины, это люди, это молодь, которая требует своих прав, своей гидности и честности. Так я понял? Так. Как будущие офицеры. Поэтому, слава Украине! Героям слава! Ну, я чувствую тут действительно вопросы, которые поднимают наш дух и наш ум. Я хочу спросить, вы согласны завтра идти или нет? Дальше требуют конкретно, чтобы ставить эту точку или нет? Да. В 3 часа дня после пар. Рано не надо. Мы согласны в 3 часа идти или нет? Значит, завтра. Я думаю, что давайте встретимся, наверное, в парке, вот там, где вы маршировали. Возле фонтанов? А? Возле фонтанов? Возле фонтанов. Мы встречаемся? Они не спят, даже не спят. За полчаса до моих. Не, по форме именно. По форме? В смысле в чем? По форме? Ну, конечно. Видно было, что это тетушки? Я тут скажу, тетушки завтра, нет? Алло. Вы офицеры будущие, поэтому не стесняйтесь наносить свою форму. А чего нет? Вот тут только по форме. Вы сразу после пар и сразу же и сразу идете. Во в чем проблема? Я не думаю, что это будет долго. Мы просто им должны показать, что, ребята, не надо ждать 10 дней. Нам надо здесь и сейчас. Никто не собирается играть со своим вы. То есть, получается как? Обелис, значит, показал проблему, его надо сразу уволить. А значит, Лопуховы, Синьковы, Ходоковские, вот это все начудили. Давайте подождем 10 дней. А там как якость так минется, что-то там рассосется. Не рассосется оно. Ходоковский бахнул, видно, что-то ваше столовое и срака его привалило в больницу. Ну, так же получается. Ну, стоишь, без, без, ну, если мы говорим, капитан сегодня, у вас, кстати, капитан. А мы завтра, я думаю, проведем его надо. Мы завтра и проведаем, спросим. Ребята, ну все, давайте. Я знаю, как кампус происходит. Ребята, завтра в 3 часа дня. Возле, встречаемся тогда возле этих, где вы маршировали, возле фонтана. Возле фонтана. Да. Пускай приходят судоводы, ходят, пускай приходят механики. Приглашайте. Сегодня закрыли. Не, ну это утром. Я же там после пары. Закрыли. Ну, Лопухов, ну вы видели Лопухова. Лопухова, это, ну, пацаны. Лопухов сегодня уронил погоны свои. А Лопухова, поверьте, он не зря, это Лопухова завтра не будет. Я не представляю себе, чтобы этот человек дальше вами рулил. Это надо уже с какими из ума выжить вообще. Друзья мои, на этом наш эфир сегодня завершается. Я думаю, что справедливость, ну, мы говорим так, сильнее правды есть справедливость. Сильнее справедливости есть милосердие. А сильнее милосердие есть что? Любовь. Давайте любить нашу страну, давайте любить нашу родину. Но мы помним, что от любви к ненависти всего лишь один шаг. И надо любить так, чтобы от ненависти кровь в жилах закипала. С чем нас всех и поздравляем.